В Политехническом музее Москвы На сегодняшний день подобного ансамбля шумовых аппаратов не существует ни в театрах, ни на киностудиях. Уникальная техника стала раритетом, а звуковая иллюзия полностью заменена цифровым звуком. Выставка повторяет звуковую классификацию, которую придумал Попов. Это индустриальные звуки, батальные, транспортные и бытовые. Все представленные на выставке экспонаты, хотя экспонаты это не совсем правильное слово, просто приборы назовем, можно использовать, потому что это реконструкция, потому что они сделаны по аутентичным чертежам. И если кому-то не посчастливится их сломать, мы их все равно починем. Каждый посетитель может попробовать воссоздать звуковую среду, наиболее подходящую к кадрам на экране. АПЛОДИСМЕНТЫ Выставка посвящена не столько самому Попову и не столько его приборам, сколько шуму как явлению музыкальному и культурному. И в этом смысле мы как бы сделали такую небольшую революцию, мы сумели показать, что да, шум – это важнейшее явление культурной жизни 20 века, и это то явление, с которым можно выступать музыкально. Выставка «Реконструкция шума» будет проходить до 16 сентября, так что у вас есть возможность стать свидетелем звуковой среды знаменитых спектаклей Станиславского и Вахтангова, а также фильмов «Изенштейна».